Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Присаживайтесь. Мария, конечно, коллег обсуждать не хочется, но... Коллег или коллег? Коллег на букву Г. Да, да, да. Чтобы все крапки над И сразу поставили. Да, да, да. Ну, мы не будем в тонкости музыкального творчества коллег углубляться, но... Как вы относитесь к судьбе Таисии Павали? Вы сочувствуете ей? Вот она оказалась в Верховной Раде, а выступать там не может. Все время заблокирована трибуна. И почему вы в свое время не пошли в парламент? Ведь могли? Павло, столько вопросов зашифровано в вашем вопросе, и столько взяли подводных каменей. Но, с приводом до доли Таисии Павлии, я думаю, что это... Ну, во-первых, я не так часто ее там вижу. Я не так часто смотрю сейчас то, что происходит, но я не так часто ее вижу. Все ее появления можно назвать перформансами. То есть выступивание, я помню, там, сразу за позицию. Потом эта информация, что она сломала ниготь. Я так думаю, что, в принципе, какие-то выступы ее отбиваются. Но то, что она не спевает, я думаю, что она спевает в других местах. Вот вы сказали, что она шкодует, что она туда пошла. Я думаю, это кокетство. Чего я не... Взагалі, в Верховной Раде не так просто піти. Треба иметь какие-то серьезные заслуги перед кем-то, перед чем-то. Какие-то, напевно, желания... Вы слишком хорошо думаете о наших депутатах и об их заслугах. А вы, Заната, думаете про то, что я имею на увазе, когда скажу заслуги. Мне рассказывали, что Таисия Павалей отдала свою карточку Чечетову, чтобы он за нее голосовал. Не потому, что у нее какая-то принципиальная позиция. Она просто каждый раз боится сломать еще один ноготь. И просто это по-товарищески он выручает ее, берет ее карточку, и чтобы она сохраняла свою красоту и очарование. Ну, вреште-реште думаешь, что через какие-то часы, как был дуэт с Николаем Басковым, так, может быть, и дуэт с Чечетовым. Поскольку вы у нас музыкант, и мы решили провести такую известную игру, она во всех странах есть, на всех телеканалах мира, называется «Угадай мелодию». Поскольку вы ввели программу «Музыка для дорослых» на канале TVI, и знаете прекрасно всех исполнителей, музыка будет не эротического содержания, для дорослых, но не до такой степени. Ашкода, дурачка. Мы выходим поздно, в 23 часа, но все-таки это еще рано для романтической музыки. Музыка серьезная у нас будет. Итак, слушаем первую мелодию. Какая-то детская песня из мультика. «Месяц по небу ходит» Наталья Могилевская. Нет, неправильно. Это сладкий грех в исполнении Таисии Павалей. «Музыка для дорослых эротического наполнения. Что значит «Ты мой сладкий грех»? Я настроилась сразу на какие-то лирические песни. Это не считается, правда? Сладкий грех, может быть, это про пирожное? Может, это про какой-то алкоголь? Это был бы горький грех. Ну, кому я? Хорошо, слушаем 1.0 в мою пользу. Ну, добре, добре. Слушаем вторую мелодию, пожалуйста. Что-то такое. Ви меня хотите зараз сделать на творчестве Таисии Павалей, так? Мы неравнодушны, конечно, творчеству Таисии Павалей, особенно в Верховной Раде. Я помню, что в этом клипе в ней было такое блокидное намисло. Это я очень хорошо помню. Песня, песня. Как называется песня? Не помню. Зал подсказывает нам. Пусть вам повезет в любви, Мария. А повинна была бы знать, да, правда? И хлопаем все. Пусть вам повезет в любви. Да, Мария, вам пока не везет в нашем конкурсе «Угадай мелодию», но пусть вам повезет в любви, поет Таисия Павалей. Итак, третья мелодия. Это тоже с Николаем Баском. Ну, это же вообще хит. Хит всех времен и народов. Практически вся фракция регионы поет ее по утрам, перед заседанием. Отпусти меня. Правильно, отпусти меня. 2-1, Мария, 2-1. Итак, четвертая песня в нашем конкурсе «Угадай мелодию». Это в зале было схожее на одну мою письму. А она зараза... Я в зале не знаю, что это. Вы не знаете этой песни? Я даже рассерен. Давайте еще раз послушаем начало этой мелодии. То, что Таисия Павалей не знает этой песни, я не удивлюсь. Ну, вы, Мария. Ну, мы не поставили их в путь. Я не знаю, что это за что-то знаемая. Кто-нибудь в зале знает, что это за мелодия? Нет. Я буду произносить слова. Да, да. И, может быть, вы угадаете сейчас. Это песня о молодых людях, которые идут вместе, не жалеют своей жизни. Ради светлого будущего, ради своей страны. Я вам другой диск подарю. Не Таисии Павалей, Иван. Так а что это? Я уже не могу. Я же вся в чекане. Это сенсация, понимаете? Друзья мои, сенсация. Еще раз. Четвертый раз. Будем слушать до утра, пока вы не узнаете, что это записано. Итак, молодые люди. Это очень похоже на одну мою песню, но моя песня не такая. За лентой. За лентой. Я всегда начинаю спевать, когда начинается эта песня. Вступа, на жаль, я просто всегда... Песня лента за лентой. Это песня, которую знает много кто. И каждый по-разному и начинает играть на гитаре. Чубай играет так, я играю иначе. Мы хотели, конечно, спрятать в кустах рояль, у нас там есть рояль, но мы решили вас не мучить и спрятали в кустах гитару. О, Боже. Что здесь случаем, что вы пришли к нам. Может быть, вы мне покажете три аккорда? И вот я наконец-то тоже смогу соблазнить девушку под какую-то приятную музыку. С басом ля, два пальчики сюда, на двой струнке. У вас великие пальчики, Павел. Пальчики, как сосисочки. И вот этот пальчик сюда. Это называется лад, нужно натискать перед ним и сильно. Эта нотка должна быть открыта. А вот этот пальчик, вы запоминайте это на все життя, он должен быть в середине. То есть мы вот так берем гитарку. Слушайте, вы мило сломайте пальчик сейчас. Ну, а вы думали, это просто. Причем большой пальчик. Ну и пробуйте, получается у вас. Вы знаете, что батько Паганини Паганини бил по пальцам линейкой. Вот поэтому я не стал музыкантом. Вот уже майже один аккорд. Ля минор. Теперь только переставить обратно пальчики с ре минор на деминор. А я вот переставлю, Павел. А теперь ре минор, а теперь си минор. Си минор. Да, и отсюда, будь ласка. Так, это же было ре минор. Это был, это был, нет, это был ля минор. Вы думали, это просто, и вот это, будь ласка, сюда. А, до речи, я думаю, что не почитаю, мне быть в читанном музыке. Да. И это си минор. Ми минор. Ми минор. И надо вот все время их чередовать, да? Да, будто музыкантом непростым. Да ладно, включил фонограмму и рот открывает руку, и все. Басков написал песню, а ты гастролируй. А ты гастролируешь заместь Баскова. Какие ваши творческие планы? Мои творческие планы я дуже хочу, и я працюю над этим, я зроблю, я думаю, все-таки до кінця весны, свесольный концерт с симфоничным оркестром. Обовязково вас запрошу туда. Я зараз над этим працюю. У нас в гостях была Мария Бурмака, и мы хотим, чтобы вы посмотрели фрагмент клипа на новую песню Марии, которая в вольном моем переводе называется «Когда тебе кажется, что все закончилось, и пора ставить точку, на самом деле все только начинается». Спасибо вам, Мария. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok